Дума Артёма Дума Артёмовского городского округа Вячеслав Квон Народные избранники утвердили изменения в местный бюджет С подробным докладом о проекте главного финансового документа города Выступила начальник финансового управления Лариса Асаржи Доходы с учетом вносимых изменений составляют 4,406,000,000 рублей Расходы 4,605,000,000 рублей И дефицит бюджета составляет 198,000,000 рублей Источником покрытия дефицита бюджета являются остатки средств местного бюджета Образовавшиеся в бюджете округа на 1 января 2021 года Налоговые доходы увеличиваются в связи с увеличением дополнительного норматива Отчисления от налога на доходы физических лиц Чуть более 4% И составило это 129,4 млн рублей Увеличиваются поступления земельного налога с организацией В связи с отменой льготы по уплате земельного налога Муниципальным учреждением Увеличиваются межбюджетные трансферты На 702 млн рублей То есть бюджет Артемовского городского округа В части межбюджетных трансфертов Корректируется с учетом краевого закона о бюджете На 2021-2023 годы Для осуществления дорожной деятельности В городе выделяют 97 млн На развитие культуры в Артеме выделено 14 млн На физкультуру и спорты выделили 10 млн рублей В исполнении требований бюджетного законодательства Контрольной счетной палаты Проведена экспертиза проекта решения Думы Артемовского городского округа О унесении изменений в решение Думы номер 542 О бюджете округа на 2021 год и плановый период По результатам экспертизы проекта решения Думы И 13 приложений к нему Установлено, что в проекте Отражено изменение обязательных основных параметров И характеристик бюджета Доходная часть текущего года Увеличивается на 864 млн 799 тысяч рублей И составит 4 млрд 406 млн рублей Расходная часть При корректировке плановых показателей Увеличивается на 1 млрд 5 млн 659 тысяч И составит 4 млрд 605 млн рублей Вероника Климова, Иван Петров, Светлана Нурик, городские новости, телеканал Лента К вакцинопрофилактике против COVID-19 в Артеме прибегают все больше жителей На 1 февраля 789 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции амбулаторно 870 остаются на самоизоляции как контактные Продолжается вакцинация взрослого населения 375 артемовцев уже прошли первый этап вакцинации Внутримышечно Им введен первый компонент Второй компонент вакцины вводят через 21 день Все сделавшие прививку находятся под медицинским наблюдением 1194 человека записались в листы ожидания для прохождения вакцинопрофилактики В прививочных пунктах 1 и 2 городской больниц Напомним, что в Артемовском городском округе Прививочные пункты работают по адресам Поликлиника, городскую больницу номер 1 Город Артем, улица Партизанская, дом 18, кабинет 26 Режим работы понедельник-пятница с 9 до 19 часов Поликлиника, городскую больницу номер 2 Город Артем, улица Лозо, 10 Режим работы понедельник-пятница с 10 до 18 часов В субботу с 10 до 16 часов Для записи на прививку необходимо обратиться в регистратуру По месту жительства специалисты ведут лист ожидания Также записаться можно через портал Госуслуг Затем с пациентами созваниваются и сообщают дату и время, когда можно подъехать и сделать прививку Для вакцинации пациенту необходимо иметь на руках паспорт, СНИЛС, медицинский полис И при наличии сертификат профилактических прививок В гости к артемовским мотолюбителям съехались владельцы и почитатели железных коней со всего Дальнего Востока Байкерский клуб «Ночные драконы» собрал гостей на большой мото-костер В Артеме мероприятие проводят уже второй раз В прошлом году праздник байкеров, любителей техники и веселых семейных развлечений объединил порядка двух тысяч человек В субботу 30 января в парке отдыха микрорайона Шахта Амурская было не по-зимнему жарко Артемовские мотолюбители организовали грандиозный праздник для детей и взрослых Мероприятие уже проводится третий год подряд На этом месте второй год подряд с администрацией Нам помогла администрация Артемовская Мы проводим такой пикник, так называемый пикник, семейный пикник для отдыха Чтобы отдыхали семьи, дети, веселились Зимой очень мало праздников, поэтому мы устроили мото-костер Чтобы всем было весело, чтобы дружно Ну и опять же встретиться со своими близкими, знакомыми, друзьями Познакомиться с новыми знакомыми, которые мы будем встречать в следующем мото-сезоне, который у нас будет Наибольший интерес у публики вызвала авто- и мототехника, представленная на празднике Техника разного поколения, и 20-го века, и 21-го века, как говорится, и всех мастей Дети и взрослые с удовольствием фотографировались на память с мотоциклами и раритетными автомобилями Что это за автомобиль? Кажется, 7 А это мотоциклы Мотоцикл М103 и Карпатный Мамопед Сколько лет автомобилю уже? 54-го года 54-го года? Ничего себе! Это вот у вас увлечение? Старше меня на год Он вам по наследству достался? Нет, я приобретаю их, у меня их много Вы это ваше, так скажем, хобби Хобби, да? Виктор – заядлый автопутешественник На своих раритетных автомобилях он колесит по Азии и Европе Несколько раз бывал в Монголии, где когда-то служил в армии Брежнев даже видел, как у вас Да вы что? Вот, вот и раз Ничего себе! Даже Брежнев, вот! Сын Балл и Брежнев Самое дальнее путешествие – это до Португалии До Португалии на автомобиле? Да Через Европу? Да Какая большая у вас страна впечатлила в Евросоюзе? Португалия Португалия? Почему? Красивая Красивая? А люди? Люди там добрые Всех желающих угощали горячим чаем Для детей и взрослых проводились подвижные конкурсы с подарками Выступала вокальная группа И назад, 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 назад Ну-ка, еще, 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 еще Такая сказка у нас вот нам подают призы, вообще великолепная Радость детям Затем состоялось главное событие дня Зажегся байкерский костер Отметим, что мероприятие проходило при полном соблюдении мер безопасности На площадке дежурили автомобили экстренных служб Анастасия Абдулхалек, Денис Надельный, Даная Михайлова Городские новости на телеканале Лента В Приморском крае снизилось количество квартирных краж и автоугонов Эту информацию озвучил глава управления МВД России по Приморскому краю Генерал-майор полиции Олег Стефанков на коллегии по итогам работы за 2020 год О том, какие еще вопросы обсуждались в ходе заседания, в нашем следующем сюжете Управление МВД России по Приморскому краю подвело итоги работы за 2020 год Расширенная коллегия прошла с участием руководителей органов Исполнительной и законодательной власти региона Правоохранительных и контролирующих ведомств В режиме видеоконференц-связи в заседании коллегии Принял участие заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Генерал-лейтенант полиции В ходе коллегии рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности органов И подразделения внутренних дел Приморского края за 2020 год Статистика свидетельствует о сокращении числа тяжких и особо тяжких преступлений Уменьшилось количество некоторых видов корыстных преступлений Число квартирных краж сократилось свыше 29% Карманных на 7% Автоугонов свыше 12% Краж транспортных средств выше 15% Снизился уровень уличной и рецидивной преступности Уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения и на бытовой почве На 29% снизилась подростковая преступность Преступлений, совершенных в отношении детей и подростков, также стало на 15% меньше Из незаконного оборота изъяты 302 единицы оружия Более 12 тысяч единиц боеприпасов и 65 килограмм взрывчатых веществ Снизилось число преступлений, совершенных с использованием оружия За год раскрыты свыше 15 тысяч преступлений Из них 994 – это преступления экономической направленности В том числе 289, совершенные в крупном и особо крупном размерах Раскрыты 79 преступлений, совершенных в составе организованных групп Правонарушители привлечены к установленной российским законодательством ответственности В минувшем году в Приморском крае пресечено более 4200 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков Сотрудниками полиции изъято свыше 1150 килограммов наркотических средств Психотропных и сильнодействующих веществ Отмечается снижение общего количества зарегистрированных на территории Приморского края ДТП А также числа раненых и погибших в них участников дорожного движения Число ДТП с участием детей до 16 лет также уменьшилось Автоаварий, допущенных по вине нетрезвых водителей, стало меньше Серьезную озабоченность вызывает криминальная активность в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Рост дистанционных мошенничеств, в том числе хищений обманным путем денежных средств со счетов граждан Мы будем продолжать в сотрудничестве с редакциями средств массовой информации Общественными организациями, экспертным сообществом Реализацию проектов по повышению правовой грамотности приморцев Профилактики мошенничества, совершенного с использованием методов социальной инженерии Глава Приморской полиции генерал-майор Олег Стефанков отметил, что оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов Глава УМВД Приморья также выразил благодарность личному составу Приморской полиции за проделанную работу Генерал-майор полиции определил приоритетные задачи по дальнейшему повышению эффективности работы подразделений полиции региона Также участники заседания детально обсудили работу подразделений следствия и дознания Вопросы кадрового и материально-технического обеспечения и другие важные направления деятельности В завершении заседания коллегии состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников за образцовое выполнение служебных обязанностей Сегодня большая роль уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения Сотрудники правоохранительных органов регулярно посещают учебные заведения и детские учреждения с уроками мужества, на которых рассказывают о событиях нашей истории Так, представители Следственного комитета посетили подшефный центр содействия семейному устройству детей-сирот города Артема И показали документальный фильм о детях, пострадавших в результате блокады Ленинграда По всей стране проходят уроки мужества, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда На этих уроках подрастающему поколению рассказывают о трагических событиях тех страшных дней и героизме города, выстоявшего почти 900 дней в окружении неприятеля Это одно из важнейших событий, трагических, страшных в ходе Великой Отечественной войны Что значит блокады Ленинграда? То есть город Ленинград был полностью что? Захвачен фашистами в кольцо И не было никакой связи Единственная была дорога, но она очень трудная, это через Ладожское озеро Цель фашиста была взять в кольцо Ленинград Это его цель, самое главное, это сломить дух русского человека И все мы прекрасно знаем, что спустя длительный период времени блокада Ленинграда была пережита ценой многих потерь Представители Следственного комитета посетили подшефный центр содействия семейному устройству детей-сирот города Артема И показали воспитанникам фильм о детях блокады и их жизни в эвакуации Все эти самые пеленки, распашинки, кофточки еще на свете Она все это самое вышивала, инициала А потом подумала, ну что это, без нас куда-то отправят В Кронштадте был такой приказ, чтобы детей собрать и эвакуировать оттуда Без взрослых, только дети Морской-то флот в Кронштадте весь стоял Мама, конечно, в ужасе была Работники Следственного комитета уделяют большое внимание патриотическому воспитанию молодежи и детей В этой связи, отмечая очередную годовщину снятия блокады Ленинграда Был отснят в Следственном комитете фильм «Дети. Блокады» В связи с этим данный фильм было решено показать по наших подшим детских домах Поскольку патриотическое воспитание детей является основой нравственно-патриотического развития ребенка И поэтому нашу историю, подвиги наших предков, детов должны знать и помнить каждое И хранить в наших сердцах На этом у меня все Больше новостей на сайте телеканала «Лента» и в социальных сетях Оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!